здравствуйте всем всем доброго времени суток начну свое очередное видео винтажных украшениях самого главного это свое видео я решила посвятить исключительно украшениям из пластика у меня их собралось оказывается уже очень много я никогда не обращала на это внимание они у меня лежат хранятся не вместе а в перемешку со всем остальным и когда стала собирать то обнаружила что возможно это будет не единственное видео может быть получится 2 даже а может и 3 если у меня будут как будет какая-то информация о том что я держу в руках показываю я вы поделюсь этой информации с вами но если у меня ее нет то я буду ну вот просто показывать и какие-то какие-то очень незначительные комментарии давать гусь невидимка был два или три видео назад невидимка потому что он становится невидимым на чтобы его не надеть вот положу на стол и но это только потому что отсвечивает отражается свет от лампы он заметен а так на одежде вот он будет совершенно наверное невидимым но народ проголосовал за то чтобы его ничем никаким цветным эпоксидкой никакой цветной не подкрашивать поэтому я ничего не буду делать пусть остается таким раз он таким появился на свет но вырезан он очень аккуратно мне понравился дизайн не все кстати люцитовые брошки это люцит не все они сделаны аккуратно но вот некоторые экземпляры мне очень нравится и когда могу себе позволить когда это вовремя я покупаю так мое семейство зашевелилась значит это означает что мне наверное придется остановиться ненадолго так бусы ожерелье от компании три фаре из люцита вот такое но похоже на лед красивое ожерелье я уже показывала его компания три фаре вот абсолютно точно знак опирает и я думаю что это 70-е годы может 60-е когда вот они вот так маркировались вы где маркировочка то что ты куда-то делась да вот когда него так маркировались но думаю что примерно вот так должно быть и так дальше давайте посмотрим вот на эту брошь но вот эта брошь это кстати рисунок сделанный вручную посмотрите я я попытаюсь показать вам что это не пиксели а именно а именно след кисти есть подпись где-то вот подписана картинка надо наверное ее отполировать да нет неплохо не сильно не исцарапана настолько чтобы можно было напрягаться и полировать ее вот такой кружево сделано вокруг картинки очень классная брошка была не дешевая так это ее замок и очень может быть что это сделано во франции потому что французы очень любили вот такой замок тромбон красиво декорирована жемчужинами ну в общем замечательная брошь не помню по моему выгуливала один раз могу ошибиться но планы такие у меня были французы делали люцитовые брошки и вот еще одна и подписана она она подписана так французский его еще господи замок тромбон так что вот очень аккуратно сделано здорово так еще покажу вам вот такой люцитовая перышка но это скорее всего сделано в сша и это возможно так замок какой аха тридцатые сороковые перо ангела а есть еще браслет у меня купился он не так давно и он тоже украшен стразами скорее всего одно время я очень надеялась а найти возраст своих украшений в альбоме у регины с михаилом но там как-то не очень много давайте я его наден вот браслетик браслетик невидимка но зато очень хорошо заметен замок и желтый клей на оставлю здесь так еще вот этот гусь люцитовый был куплен у меня в самый первый год и буквально может быть вот в самом самом начале я не помню точно но это одна из первых покупок и видите он раскрашен он уже не не невидимка в отличие от этого гуси его раскрасили этого гуси я надевала на сером светре очень прикольно смотрелся как будто такое серое хмурое небо и по нему летит гуси вот такой марлин марлин по моему называется эта рыба и вот обратите внимание он тоже раскрашен люцитом с обратной стороны вот здесь вот подкрасили его и это не я это делалось ну вот надеюсь что это делалось тогда в то время так замок у него простецкий крюк вот такой это означает что не исключено что брошь 30-х годов 20-х не знаю может быть теперь покажу вот эту брошку которую купил тоже относительно недавно и здесь тоже пластик я не знаю люцит ли это возможно подозреваю что 40-е годы и не помню кажется в альбоме у регины не было этой брошки пока во всяком случае они не успели показать нам весь альбом и надеюсь еще увижу узнаю там свои брошки в том альбоме так вот еще один люцит резной этой это резные украшения вырезанные из люцита из пластика это купленная брошка достаточно давно несколько лет назад маркировки на них нет так еще вот такая бабочка бражник вот тоже была куплена и тоже было не дешевая я помню что торговалась с продавцом тоже подкрашивала не я потрясала здесь так дорого стоит можно было бы чаще их покупать но ах да давайте остановлюсь вот на этих украшениях так и еще вот одна люцитовая брошка джели были наверно можно назвать потому что гладенький круглый гладкая круглая вставочка из пластика декорирует декорирована такими вот ну что тут такое цветочный мотив какой-то и кстати я на одном из форумов видела говорили там коллекционеры о том что это с этим пластиком вот с такими вставочками работал сам альфред филипп маркировки на этой брошки нет но если альфред филипп работал значит эта компания трифари и у меня есть еще одна брошь с подобной люцитовой вставочкой вот я уже держу ее в руках посмотрите вот и речь шла как раз о пингвинах их есть и и по крайней мере мне попадался еще один вариант там пониже пингвин потолще он такой более кругленький и вот как раз там на форуме обсуждали все эти пингвины и говорили что с этим пластиком с этими вставками вот как раз работал альфред филипп над их дизайнами так что вот не исключаю что обе брошки это альфред филипп и здесь и здесь что-то ну видимо или медь или латун маркировки никакой нет так что вот у меня аж целых да я помню я помню что вот эту брошь тоже много народу хотели купить но много не много несколько человек пытались купить почему-то захотела ее я я даже не знала еще тогда что это может быть дизайн от альфреда филиппа и вот так пусть лежит пингвинчик брошек будет много и мне очень трудно контролировать время потому что я буду что-то вырезать еще из него я снимаю на камеру они на телефон и у меня есть то есть обрабатываю в специальной программе потом отрезаю все лишнее молчание повторение покашливание все это я отрезаю потом давайте покажу вам вот эту брошь это не люцит это бакелит я уже проверяла брошка бакелитовая маркировки на ней нет характерный для 20-30-х годов вот у меня есть еще одна французская брошь по-моему она подписана да да фрэнс видите еще один французский пластик подозреваю что это пятидесятые шестидесятые годы такая брошь к тоже выгуливалась мной была куплена в самый первый год я помню я как-то помню что я покупала в самый первый год да да очень старая брошка вот эта рыбка и это скорее всего тоже какой-то люцит потому что его нагревали видно и деформировали чтобы придать ему вот такую живую форму опять же украшен люцит вы украшен стразами очень симпатичная рыбка как ее увидела и продавалась очень недорого не помню сколько но недорого нет опа да булавка то у меня же где-то лежит я случайно она мне оторвалась но хорошо что она у меня осталось я потом зачищу вот это вот и приклею снова родную булавку рыбка красивая она была здесь я как-то так случайно застегивала расстегивала и получилось так многие компании украшали пластиковыми вставочками свои брошки вот это брошь скорее всего вы дал него маркировки нет но и замок и булавка и замок прикреплен очень характерно для компании вы дал него и вообще весь дизайн характерный для этой компании и так пластиковым пластиковые вставочки это листья такая брошка встретилась тоже относительно недорого была компания в это у него тоже бывает дорогая так еще одна бакелитовая брошка брошь не маленькая смотрите какая крупная очень крупная брошь декорирована красиво металлом и стразами получился тюльпан шикарная брошка очень я люблю тоже выгуливалась маркировка есть здесь такая штучка но может быть это просто для того чтобы крепить лист да наверное так годы не знаю 50 может тяжеленькая очень тяжелая тяжелая и бакелит тяжелый пластик наверное я остановлюсь на этом но по очень хочется показать вам очередную брошь которую я купила и она вот последний из последних пластиков которые я приобрела еще едут в посылках но пока еще не добрались до меня и вот такая брошь чудесная это брошь наборная вам видите она на цепочках на пинах ой перри перевернулся да они двигаются и перебираются вот этот вот эта розочка постоянно смотрит назад ну потому что ей нет место булавку покажу вам такая булавка с хомутиком с фиксатором и так пластик очень легкая брошь несмотря на свои в общем такие приличные размеры я ее еще не чистила она очень чумазая но мне не терпится ее вам показать да давайте покажу вот посмотрите что я нашла аналогичная брошь у меня уже была однажды на эти-то около 20 долларов что-то где-то так вот хоть и приехала недавно слушайте но не помню а вот эту помню 18 долларов она стоила вот тоже она куплена года два-три назад чудесная брошь к пластиковая покажу вам с этой стороны да вот здесь замок говорит о том что это может быть и 30-е 20-е годы ну а здесь замок посерьезнее уже более современными кажется да но однако же у ребят в альбоме есть похожего пластика похожие техники в похожей технике цветочки украшают ожерелье пока брошек они не показали таких но ожерелье было вот с подобными цветками и было написано по моему 30-е годы так что вот 30-е годы так даже одновременно вот с этой брошкой вот несколько лет назад я купила вот эту брошь она постоянно расстегивается у него пластиковый такой крюк наверное это очень старая брошка 20 30-е годы не удивлюсь но у кого бы у американцев я не спрашивала видели ли они в свою ну то есть уже таких пожилых американцев видели ли они когда-нибудь подобные броши хоть в продаже хоть на ком-то ну в свое время вот тогда и они все сказали нет никогда не видели может быть поэтому эти брошки как-то дошли до нас что их очень мало носили и да вот перламутровый пластик центра этих цветков украшает перламутровый пластик да и брошка постоянно расстегивается этот крюк очень плохо держивает ее иглу и так все вот на этом я остановлюсь посмотрите что я вам сегодня показала надеюсь что вам было интересно спасибо что были со мной всем всего самого доброго берегите себя пока пока будет будет 2 серия